Повторное управление автомобилем в пьяном виде отныне будет являться уголовным преступлением, так же, как и повторный отказ от медицинского освидетельствования. С сегодняшнего дня вступили в силу изменения в правила дорожного движения. Отныне суд может назначить штраф нарушителю в размере 200-300 тысяч рублей, обязательной работы на срок до 480 часов или реальный срок лишения свободы до двух лет. Кроме этого, увеличен срок наказания водителей за гибель людей в результате ДТП. Теперь он будет составлять от двух или четырех лет лишения свободы в зависимости от тяжести. А вот оформить ДТП без пострадавших станет проще. Так называемый Европротокол позволит участникам мелких ДТП самостоятельно сфотографировать аварию, заполнить документы и освободить проезжую часть. Одно но – если участников не более двух, а материальный ущерб не более 50 тысяч рублей и нет пострадавших. Вступили в силу и дополнительные требования к водителям автобусов, перевозящих детей. Для организованной перевозки детей может использоваться только транспорт, который был выпущен не позднее 10 лет назад и соответствующий требованиям перевозки пассажиров. Нововведения ждут и пешеходов. В темное время суток на загородных дорогах для них станут обязательными световозвращающие элементы. Субтитры создавал DimaTorzok